здравствуйте дорогие друзья я рад вас приветствовать на моем канале сегодня в данном видео я украшаю вот такой зимний торт торт такой уютный может быть несколько необычный для зимы в таком цвете но такого торта мне еще не было на канале украшать я буду белковый заварным кремом итальянской меренгой самыми простыми кондитерскими насадками сначала сейчас сделаю ветки из шоколада шоколад у меня здесь самый обычный не темперированный обычный шоколад с магазина 60 процентов какао можете 70 процентов взять на шоколад берите качественный вот на это количество веток которые у нас здесь присутствует будь на торте хватит буквально 30 грамм шоколада больше не нужно растопить его лучше на водяной бане потому что темный шоколад в микроволновке сворачивается зачастую убираем в холодильник теперь золотой кандурин я развела водки торт я уже выровнял белков заварным кремом здесь едва дотрагиваясь с кисточки убираем лишнюю влагу и кисточкой плоско это делаем сейчас я белков заварным кремом делаю уже основание для такой импровизированной хвои хвою буду делать в серебристых тонах сейчас покажу как она очень быстро делается торт украшается как я уже сказала самыми простыми и доступными насадками кондитерскими которые продаются во всех кондитерских магазинах здесь у меня насадка 234 травка так как хвоя у меня будет особо не видно под обилием цветов шишек и другого декора я не делаю каждую иголочку хвоя отдельной насадкой то есть здесь я делаю самый быстрый вариант из насадки травка можете брать мелкую насадку травка здесь абсолютно не играет никакой роли это цвет у меня здесь черным красителем я едва дотронулась до белого крема и получился вот такой нежный серебристый оттенок как я уже сказала насадка травка любая здесь подойдет какая у вас есть в наличии здесь важно если она у вас засоряется эта насадка ее промывать нужно постоянно в холодной кипяченой воде сейчас из спиртового вот такого распылителя это кандурин у меня именно перламутровый не серебристый серебристый будет смотреться ужасно именно перламутровый кандурин на спиртовой основе очень жалко что камера не передает вот этого блеска получается как будто заснеженная такая в ине и хвоя сейчас будем делать розы розы я делаю очень простой насадкой два с половиной сантиметра на выходе номер 128 кондитерская насадка я ее сделала более узкой плоскогубцами цвет у роз я выбрала здесь такой нежно очень желтый также буквально капелькой красители я дотронулась до белого крема краситель здесь у меня лимонно-желтый потому что чтобы не сливалось это все в одну такую массу розы нужно было сделать именно не белыми а какого-то нежного другого оттенка делаю несколько роз розами здесь не увлекаюсь цвет крема для покрытия торта я сделала тоже очень нежным я дотронулась до белого крема одной капелькой красного красителя и половиной капельки коричневого и получился вот такой очень нежный приглушенный персиковый оттенок когда уже поставил розы дальше выставлю елки на торт здесь заднюю часть торта тоже задекорирую у меня оставалось от шаров из глазури глазурь и я просто вот так вот сделала елки которые делаются буквально за минуту есть глазурь такими незамысловатыми движениями в разные стороны из кондитерского мешка и делается за минуту вот такая елочка кондитерские посыпки конечно же нужно посыпать в не застывшую глазурь или шоколад и отправить все это в холодильник до полного застывания наносим на файл или на папку и потом ставим в холодильник также черный шоколад который мне оставался от веток также сделала в виде елок и специально для вас я их здесь вот так вот выставила сзади торта чтобы просто посмотрели теперь делаем шишки шишки дел из насадки номер 80 хризантема боковину мешка у кондитерского я наполнила белым кремом и сам мешок я потом заполнила уже коричневым кремом делаем чешуйки у шишек постоянно спускаясь вниз по принципу как бы розы плотно как бы прилегаем насадкой уже к самому основанию шишки делаем по длине и здесь основание из крема чтобы шишки смотрелись более естественно таким образом выставляем все шишки на торт насадкой хризантемы шишки делать очень удобно чешуйки делаем обязательно в шахматном порядке это очень важно сейчас я буду делать цветы пуансетти делаются они очень просто и очень быстро но очень хорошо смотрятся здесь насадка 352 галочка цвет у крема красный такой ярко-красный цвет у крема достигается хорошими профессиональными красителями кондитерскими здесь у меня гелевый водорастворимый краситель от английской фирмы rainbow dust цвет red то есть просто цвет красный 6 лепестков потом также делаем между ними лепестки и 4 лепесточка сверху сухим кандурином я распыляю сейчас на цветок также цвет кандурина здесь у меня бордовый красный тычинки я уже потом поставлю на самом торте в этой пуансетти с помощью пинцета ставлю вот такой объемный цветок именно сзади цветок будет прекрасно держаться переносит также транспортировку как видите основание для цветка я делаю этой же самой насадкой и этим же красным кремом белого крема здесь лучше не использовать у основания иначе все равно он будет так или иначе проглядывать между лепестками то есть сделали 6 лепестков и между ними по лепесточку уже более маленькому распыляем кандурин сверху можете этого не делать если у вас нет этого кандурина но очень красиво смотрится всегда с кандурином также золотой посыпкой в центр посыпаю как бы уже такие тычинки у этого цветка и все пуансетти готова сейчас выставляю несколько цветочков пуансетти также на торт не буду здесь долго останавливаться смысл понятен как их делать сейчас буду делать уже листик пуансетти также выставила здесь шары и такие орехи вот эти орехи это просто шоколадные конфеты покупные которые я просто покрыла золотым кандурином насадка листик большая у меня здесь номер 70 10 миллиметров на выходе цвет листовой зеленый потому что листьев пуансетти большие и я выбрала именно эту большую кондитерскую насадку очень аккуратно вокруг пуансетти я отсаживаю листья и также несколько листиков я отсаживаю и вокруг розочек но листьями здесь ни в коем случае не увлекаемся потому что я не хотела здесь именно чтобы вот торт был такой зеленый то есть вокруг розочек я также отсаживаю листики но это все на ваше усмотрение здесь я просто вам показываю как один из вариантов таких тортов которые можно изготовить на любой зимний праздник и на день рождения для женщины и на рождество и на новый год то есть все на ваше усмотрение в принципе с листьями я здесь уже завершаю потому что листьями здесь лучше не увлекаться белково-заварного крема у меня на украшение данного торта ушло из расчета порции на 250 грамм белка из насадки круг я также отсадил вот такие красные точечки как бы ягоды шоколад замерз видите его прекрасно можно брать в руки даже не темперированный он никуда не денется не поплывет на торте то есть просто берите качественный шоколад и не нужно его темперировать вот таким способом отсадили на файл и потом уже используем в торте снежинки я изготовила заранее из мастики просушила их мастик здесь у меня цветочная я ее уже давно покупаю то есть уже много лет я и сама не делаю здесь просто из кондитерского мешка я делаю такой вот снег из белого крема белково-заварного на каждую веточку снежинки очень аккуратно выставляю здесь меня кандурин перламутрового цвета но кандурин такой крупный и он очень красиво блестит вместо кандурин а вы можете также брать конечно же кокосовую стружку чтобы сделать имитацию снега очень жаль что камера не передает этого блеска также можно конечно же украшать и не тающий пудрой сахарный но у кого нет вот не сахарной пудры не тающий не кандурин а можете просто украсить обычной кокосовой стружкой также здесь посыпочками такими мелкими украшаю и в принципе торт готов сахарной пудрой вообще не нужно даже пытаться это украсть она тут же у вас растает на белково-заварном креме и я надеюсь что видео было полезным и познавательным подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео